В 1934 году был створный исторический факультет БДУ. В 1938 году у стенах альмаматор была прочитана первая лекция по археологии. И в том же году в планы подрыхтовки будущих историков в первую очередь была включена вытворчая практика. Наступило лета 1939 года. Большаясь студентов-четверокурсников працавала у архивах и библиотеках Минска, Могилёва, Москвы и Ленинграда. 8 человек были накерованы у исторической археологической музея Феодосии, Керча и Херсонесу. Керовником группы был призначенный доцент кафедры старожитного света и средних веков БДУ Владимир Иванович Шаученко. Программа практики была вельми насыщенная. Студенты працавали на пляцовках раскопок музеев, городищах Херсонеса, Цирытаки и Фанагоры. Яны знакомились с выключено богатыми музейными отделами и залами и наведывали шматлики выдатные исторические местцы – Севастополь, Бахчисарай и Нкерман. Выники практики оценивались со студентами вельми высоко. Усёх это дало нам махчымость собрать великие материалы для курсовых работ. Лепшей характеристикой нашей работы изъявляется официальное запрашение нас на сталую работу у музеи. Так писали шестьверокурсники в университетской газете «Заленинские кадры». Можно додать, что и залик практиканты издали наведатна. Надзвычай плёной оказалась а паездка и для керовника группы. Незадолго до початку практики он был призначен загадчиком исторично-археологичного музея БДУ. Однако музей исновал только на паперы. Его еще треба было створить. И Владимир Иванович дау рады гэтай задачи. Вернувшись на радзиму, студенты привезли надмагильные апомники, шмадликие обломки старожитного посуду и антычные аманеты. Гэта был подаронок установ на базе, яких была организованная перша археологичная практика БДУ. Минавита крымские знаходки стали основой новостворанного университетского музея. Частка коллекции перажила усевихуры 20-го стагодзя и сегодня заховывается у учебной лаборатории музейной справы БДУ.